Благоустройство, образование, транспорт, открытие новых социальных объектов. На еженедельном совещании в рамках выездной администрации руководитель муниципалитета Андрей Иванов назвал приоритетные направления развития в округе. Новая поликлиника на 350 посещений в смену откроется в Ромашково уже в следующем году. Помимо терапевтов здесь будут кабинеты всех узких специалистов. Губернатор Московской области Андрей Иванович Воробьев на этой неделе буквально вчера дал старт заливки фундамента под строительство новой поликлиники в селе Ромашково нашего городского округа. Напомню, что у нас в этом населенном пункте проживает уже сегодня более 5000 человек. Ключевым блоком тем на еженедельной планерке традиционно становятся обращения, которые поступают в общественную палату округа. Марьяна Кристалинская сфокусировала внимание на транспортной проблеме жителей Ликино. Внести изменения или дополнения в расписание автобуса номер 33, в котором они пользуются для того, чтобы доехать в Ликинскую школу. На данный момент автобус приходит в Ликино в 7.35, что не очень удобно, конечно, для детей, потому что занятие начинается намного позже. Глава муниципалитета напомнил, что 16 апреля состоится общий областной субботник. В округе подготовили 132 пункта выдачи инвентаря и 138 мест для проведения благоустройства. Принять участие в уборке территорий сможет каждый желающий. У нас в субботниках будут участвовать все наши предприятия, подъемственные предприятия. У нас, я знаю, с каждым коллективом такая работа уже проведена. Там, где касаемся родителей, родителей тоже пригласили, позвали через чат и информацию, размещенную на стендах. У нас большое количество неравнодушных жителей. У нас активность обычно высокая, выше, чем в среднем по Подмосковью. Весеннее благоустройство, безопасность дорожного движения, уличное освещение. В числе актуальных тем в теруправлении Жаворонковское. Все обращения жителей Андрей Иванов взял на личный контроль. Екатерина Крамор, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.